Добрый день, уважаемые жители Республики Калмыкия. Сегодня очередная сводка по коронавирусу. Всего у нас зарегистрировано на сегодняшнее утро 74 случая заболевания. И должен сказать, что заболевание стало распространяться по районам Республики. Помимо того, что случаи зарегистрируются из тех, которые контактируют с нашими местными жителями, показательны в этом плане будут ситуации, которые возникли в Ешелкинском районе. Это завозной случай. Заболело порядка 8 человек. На сегодняшний день у выявленных родственники приехали из другого региона в семью. И вот мы получили вспышку коронавирусной инфекции на территории Ешелкинского района. Аналогичный случай произошел в Киченеровском районе, когда один из жителей выезжал в другой регион, потом вернулся и тоже приехал с коронавирусом. Поэтому в первую очередь хочу обратить внимание сегодня медицинских работников на ситуацию в Республике. Сегодня практически все медицинские учреждения во всех районах Республики вступили в борьбу с коронавирусной инфекцией. Это Ешелкинский район, Городовиковский, Черноземерский, Сорбинский, Киченеровский. Зарегистрированы случаи заболевания в целинном районе. И я думаю, что аналогичные случаи будут зарегистрированы рано или поздно во всех районах Республики. Поэтому, уважаемые медицинские работники, которые сейчас входят на работу в госпиталя, прошу обратить внимание на средства индивидуальной защиты. Здесь не может быть никакого геройства. Здесь именно та ситуация, когда именно педотичность и скрупулезность позволят вам спокойно работать и спасать жизнь наших земляков. Поэтому, в первую очередь, я хотел бы, чтобы вы очень внимательно и тщательно относились к тому, как вы входите в грязную зону. Не надо это делать по одному. Обязательно контролируйте друг друга. Все ли тщательно завязано, все ли тщательно застегнуто. Абсолютно спокойно воспринимайте замечания своих коллег. Потому что только заботясь друг о друге, вы сможете защититься от этой непростой инфекции. На сегодняшний день не меньше внимания нужно облакать на выход из грязной зоны и переход в чистую зону. Потому что от того, как вы проработали, от того, как вы одеваетесь и раздеваетесь, зависит очень многое. В чистой зоне, куда вы вернетесь после работы с пациентами, вы должны четко понимать, что ни один из вас в чистую зону не принес инфекцию. Потому что здесь будет понимание полного доверия и ответственности каждого сотрудника, который работает с вами сейчас рядом. Поэтому прошу вас быть очень внимательны. Главным врачам районных больниц, и не только районных больниц, а всех больниц, прошу еще раз проверить наличие средств индивидуальной защиты. Обеспечить их полностью свой персонал. Потому что именно от организации работы сейчас зависит очень многое. На долю каждого поколения медицинских работников выпадали какие-то испытания. Если взять военные и послевоенные годы, тут не надо объяснять, в чем были сложности. После этого была борьба в Калмыкии с чумой, с комплектом Крымской геморрагической лихорадкой. И каждое поколение медицинских работников в Калмыкии с достоинством несло любой груз и побеждало любую болезнь, которая возникала у нас на территории. В 90-е годы, когда не платилась зарплата месяцами, наши медицинские работники выходили и побеждали любые болезни. Я считаю, что и наше поколение медицинских работников, я абсолютно в этом уверен, с честью справится с поставленными задачами и вызовами, которые бросила нам природа на сегодня. Поэтому, уважаемые медицинские работники, врачи, медсестры, санитарочки, водители, все, кто участвует в оказании медицинской помощи. А также хочу сказать отдельное спасибо и сотрудникам УВД, и работникам Центра гигиены, Роспотребнадзора, которые наравне с нами сейчас работают в очагах инфекции и также несут определенные риски. Поэтому всем огромное спасибо, я вас уверен, что вы не подведете. Сейчас мне хотелось также обратиться к населению и к руководству тех районов, в которых сейчас идет рост заболеваемости. Уважаемые жители, максимальное разобщение, максимальное соблюдение противогенемического режима значительно облегчит нам на сегодняшний день оказание медицинской помощи, значительно облегчит работаемых сотрудников. Ну а к руководителям организации, к руководителям района я хочу обратиться и сказать, принимайте как можно более жесткие меры, потому что от создания благоприятной эпид-обстановки на территории муниципального образования зависит очень многое. Едва ли не 80% успеха в лечении коронавируса зависит именно от тех мероприятий, которые вы проводите на территориях своих районов. Китай одному из первых должен победить коронавирусную инфекцию и в своих отчетах, которые они сейчас печатают, на первом месте, которое они говорят по значимости мероприятий, которые привели к этой победе, это в первую очередь жесткая дисциплина и разобщение потоков населения. Именно этот фактор сыграл решающую роль, именно этого мы должны добиться на территории нашей республики. Поэтому сейчас победа куется сообща медицинскими работниками, которые работают в учреждениях, но и не меньше ответственность лежит на вас, те, которые работают вне медицинских учреждений, не меньше ответственность лежит на каждом жителе республики. Будьте бдительны, защитите себя от заражения, защитите своих стариков. С печалью должен отметить, что мы потеряли еще одного пациента, это тоже возрастной пациент с сопутствующими заболеваниями. Коронавирус собирает свою страшную жатву и наиболее уязвимы к нему наши старики. Поэтому давайте в первую очередь будем сберегать группу риска. Организуйте им подвоз продуктов, не давайте им повода выходить на улицу, защитите их в первую очередь. А то, что зависит от медицинских работников, мы здесь на местах делаем все возможное и невозможное, чтобы минимизировать потери. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok